Лопата – инструмент привычный, но несколько устаревший. Ее дворник Анатолий Суботин заменил специальным механизмом, который сам же и разработал. Из старой Нивы он сделал Ниву-грейдер. Когда лебедка поднимается вверх, машина может ехать, в том числе и по городским улицам. Опускается вниз, отечественный внедорожник становится приспособлением для уборки снега. Из покупных деталей только лебедка и буксировочный трос. Все остальное – металлолом. Чтобы разобрать конструкцию, достаточно 10 минут. Все, все приспособления. Это сейчас механизм запускается нажатием кнопки. Система доводилась до совершенства постепенно. Ничего лишнего, все на пользу, все в дело. Из кабины плохо видно край этого ножа. И чтобы в бордюр не врезаться, я придумал вот эти флажочки. И еще, значит, по городу, когда еду, по городу, она все-таки за габаритами машины немного-то выступает. Эти флажочки своего рода как по правилам должны быть. У горожан чудо-машина вызывает любопытство. А вот у сотрудников ГИБДД к Анатолию Ильичу были вопросы. Устройство загораживает номер, а это очень серьезное нарушение. Но изобретатели здесь нашел выход. Регистрационный номер машины переехал на новое место. Есть у Анатолия Субботина и новые идеи по части автотюнинга. Нож закрывает огни. Ну, следующий вариант у меня, следующий вариант. Значит, вот эта штучка, вот этот нож, будет убираться. Сниматься легко, значит, на багажник будет ехать только рама. Значит, огни будут видны, номер виден. Нива Анатолия Ильича – это настоящий коммунальный комбайн. Он еще придумал, как присоединить к ней устройство для поливки и посыпки. Ведь ему нужно, чтобы на участке было не просто чисто, безупречно чисто. Алина Вовчик, Светлана Шеребкова. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok